всех приветствую на комплексном анализе рынков с виталием шевченко поехали как всегда начинаем со статистики сегодня достаточно интересный и важный день для рынков во-первых в 17.00 выступает президент ЕЦБ Кристин Лагард со стороны США это у нас решение по процентной ставке заявление фонг 21.00 по московскому времени ну и конечно же пресс-конференция управляющего ФРС Джерома Паула 21.30 по московскому времени также стоит обратить внимание на данные которые будут выходить по Канаде 15.30 по московскому времени это базовый индекс розничных продаж и объем розничных продаж здесь пока все достаточно позитивно с минуса должны выйти на плюс помимо этого важным для сегодня будет также выступление Джо Байдена об этом мы поговорим когда будем разбирать с вами непосредственно фондовый рынок ну а сразу переходим к индексу доллара так со стороны маржинальных зон обеспечения у нас напоминаю сохраняется нисходящий приоритет поэтому цели цели все остается те же 90.5 90.05 90.15 по коррекции 91.15 91.20 ну и более глубоко 91.60 91.75 так со стороны тактики адверза в принципе тоже бьющая достаточно область это 91.30 91.35 в принципе до выступления Кристин Лагард особенно конечно же ФРСников Джерома Паула я думаю будет достаточно тихие техничные торги поэтому переходим евро доллар перед тем как рассмотрим технику хотелось бы еще раз вернуться к 21.00 по Москве решение по процентной ставке выступления Джерома Паула хотелось бы отметить что многие все-таки ожидают что центральный банк США сохранит свою политику ну и при этом председатель ФРС Джерома Паула вероятно повторит свое голубинное послание хотя нельзя исключать того что все-таки риторика изменится это тоже нужно иметь в виду так со стороны маржинальных зон обеспечения приоритет у нас сохраняется восходящий пара на текущий момент заперта между маржинальными зонами достаточно четкий боковик плохо конечно что мы находимся в середине боковика поэтому накладываем сюда классику торговли по непосредственно боковому тренду при подходе 1.20.90 продажа с коротким стоп-лоссом за 1.21 при подходе непосредственно к нижней границе 1.20.55 это покупка опять же через фрактал соответственно со стоп-лоссом ну и помним о том что выход сегодня должен быть для этого у нас есть два управляющих ЕЦБ и ФРС поэтому агрессивно это конечно же выставление стоповых ордеров buy-stop там где у нас непосредственно стоит стоп-лосс от села и sell-stop там где у нас стоит стоп-лосс от buy если пойдем вниз на укрепление американца то первая цель это 1.20.20 более низкая 1.19.80 так если все-таки будет укрепление более рисковых активов то ориентировать себя можно на 1.21.50 это восходящая промежуточная зона со стороны опционов картина на пока да на Европу на открытие Америки со стороны недели больше за то чтобы укрепился американец потому что мы находимся возле верхней границы опционного канала плюс под балансом дня так со стороны месяца также мы возле верхней границы плюс опять же баланс дня у нас находится над нами на Европе это сигнал на продажу оптимальное значение между покупателями и продавцами в районе 1.19.40 со стороны объемов картина прям великолепная показывает о том что пока не получит рынок достаточно четких ориентиров мы соответственно не будем хорошо двигаться но если посмотреть на объемы на продажу и на покупку стороны больших объемов то видно больше желающих все-таки получить коррекционное движение по паре евро-доллар и уже с более низких уровней соответственно подбирать дальше пару евро-доллар на соответственно коррекцию так первые объемы крупные в районе 1.20.25 более низкие 1.19.85 на перебитие минимумов ну и в районе 1.19 достаточно крупные заявки уже на хороший откуп на коррекционное движение пара фунт-доллар можно сказать так же практически идеальный боковик отрисовала между восходящей дополнительной зоной и нисходящей НКЗ 1.8 если здесь заходить со стороны агрессивности это покупка с стоп-лоссом под 1.38.50 напоминаю что здесь так же приоритет основной приоритет он восходящий вот поэтому применяем и накладываем сюда точно такую же схему работы по технике как и по паре евро-доллар отторговываем пару внутри боковика плюс с помощью стоповых ордеров buy stop sell stop готовимся к тому что у нас будет выступление Кристины Лагарты и Джерома Паула если будет выход через низ то по целям 1.37.70 1.37.45 1.37.10 через верх это достижение максимумов перебития перехай 1.40.15 ну и дальше дальше как говорится больше достижения первой восходящей целевой зоны недельная ТРК нижняя граница находится в районе 1.40.55 верхняя находится в районе 1.40.90 так со стороны опционов картина по паре фунт-доллар выглядит по следующему со стороны неделек мы ниже баланса поэтому пока на Европе и соответственно открытие Америки ничего интересного не будет но уже крупные объемы в районе 1.39.50 со стороны открытого интереса по непосредственно месяцу также ниже баланса верхняя граница высоко вверху ну и с этой стороны я хотел бы обратить внимание что верхняя граница кабинеток она находится ровно но при этом на сегодня нижняя пошла ступенькой вниз это небольшой сигнал на приоритет более нисходящего движения чем восходящего так страны открытого ну при подходе как раз к верхней границе это восходящая дополнительная зона поэтому агрессивно но внутри дня можно воспользоваться этим для того чтобы взять небольшой профит так со стороны объемов картина по паре фунт-доллар выглядит по следующему с этой стороны хотел бы отметить крупные объемы которые сосредоточены на продажу начиная от текущих уровней до непосредственно максимума 20.04 будут встречать как обычно бывают всплески перед заявлениями как раз на таких максимальных значений многие влетают в рынок для того чтобы стать на продажу с более высоких выгодных уровней а вот на покупку смотрите ожидается как говорится ожидается также коррекционное движение и по фунту чтобы с более низких уровней вставать уже более выгодно на покупку самое ближайшее на перилову это район 1.37.95 и потом только в районе так 95 1.37.55 и 1.37 ровно пара доллар иена один из моих любимых инструментов вчера закладывал торговую идею говорил о том что сильно коррекции не ждите вставайте на покупку все пойдет великолепно на текущий момент после такого движения жду более серьезного коррекционного движения в район 108.40-108.45 и здесь уже можно будет пробовать откупать данный валютной инструмент но более идеально это конечно заход в район 108.10-108.25 поэтому здесь можно построить усредняющую систему приоритет пока у нас не сменился так как америка закрылась практически на середине восходящей промежуточной зоне но все сегодня должно расставить на свои места как вы знаете я здесь конечно же пока приоритет для себя всегда ставлю восходящий так по опционам по неделькам картина выглядит по следующему так вышли мы за верхнюю границу с этой стороны полностью начинает оправдывать себя контртрендовая опционная торговля непосредственно возврат в опционный канал по открытому интересу пока больше все таки продавцов но так сильно низко волатильный актив доллар иену не продавить но все таки это дает нам предпосылки на коррекционное движение это хорошо это замечательно опять же нижняя граница в районе 108 20 вот она идеальная точка со стороны и маржинальных зон обеспечения и опционов для того чтобы здесь словить разворот на верхнюю границу 110 65 стороны открытого интереса при опять же подходе к первой зоне это у нас 108 75 будет останавливать но более интересно как я уже сказал что он 108 15 108 20 этот диапазон так со стороны объемов у нас картина по паре доллар иена выглядит по следующему приостановочку мы получили на объеме так ну и следующий крупный объем как раз в районе 108 20 поэтому пока с точки зрения первой тройки именно пара доллар иена она выглядит идеально как на краткосрок так и на средний срок ну и крупные объемы в районе 109 90 110 ровно там можно будет работать по принципу сейфа половину зафиксировали половину оставляем либо полностью фиксироваться агрессивно переводится уже на коррекцию с многоходовкой вычисления коррекционной волны и с переворотом так доллар сша канадский доллар здесь напоминаю что у нас стороны маржинальных зон обеспечения сохраняется нисходящий приоритет важным сегодня будет это конечно же данные которые выйдут по объему розничных продаж все достаточно позитивно поэтому может быть отработка классики технического анализа а это непосредственно флаг древка есть полотнище отрисовывается практически четно четко извиняюсь поэтому обоминая классика пробиваем нижнюю границу через малый таймфрейм и может быть возврат пробитой нижней границы и здесь как раз идеальная точка для того чтобы стать на продажу цели первое 1.23.50 достижение нисходящей целевой зоны здесь месячная атр к 1.22.90 1.23.10 ну и конечно то что небольшое полотнище это дает нам небольшой стоп-лосс это за 1.24.30 так по непосредственно опционам здесь ничего интересного нету но я для себя выделил следующий момент что у нас начинает сужаться кабинетки а это как раз говорит о том что здесь может быть в повышена волатильность в принципе понятно фундамент сегодня здесь может надавить нижняя граница внизу поэтому спокойно можем выйти из полотнища и продавить ту же самую нижнюю границу так со стороны месяца работаем и я бы здесь все-таки отметил только 1.22 ровно где находится нижняя граница опционного канала так со стороны объемов по паре доллар канадский доллар ситуация у нас выглядит по следующему самое первое хотелось бы обратить внимание на крупные объемы в районе 1.24.65 опять же стороны своей статистики торговли когда у нас перед данными так скажем выбивают стопаков да выбивают шартистов и тут же сами быстро запрыгивают с более высоких уровней уже непосредственно на самой статистике и соответственно мы смотрим как раз именно желающих покупать достаточно много я бы ориентировался все-таки на более низкие уровни 1 2345 1 2270 и 1 2245 австралиец к доллару один из наверно также четких инструментов на второй двойки который вчера идеально сходил до точки входа и на статистике которая выходила сегодня идеально дошел до полной коррекции это нисходящая промежуточная зона напоминаю что здесь основной приоритет пока сохраняется у нас восходящий но двигаемся по технике не исключая более низкого захода до выступления кристин лагард и конечно же джерома паула если агрессивно подходить сейчас ну достаточно некомфортная цена для входа подход к 77 60 77 70 было бы идеально поэтому можно построить усредняющую систему 3728 вот под целям по целям неплохо было бы до всего празднования до стороны выступлений зайти в 76 75 76 80 так более низкая среднесрочная пока 76 15 76 35 со стороны непосредственно опционов картина по австралийцу выглядит более интересным мы находимся под оптимальная . под балансом дня так ну и повышенная будет у нас волатильность так как кабинетка соответственно сужается стороны открытого интереса тата 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 есть но опять же нужно небольшое движение вниз чтобы схватили у нас продавцы тогда более спокойно пойдем вниз так со стороны месяца но здесь страны месяца как говорится вся помощь нам в руки потому что мы верхнем диапазоне самого опционного канала давление вниз здесь оптимальная точка 77 ровно можно взять 77 ровно нижняя граница в районе 76 50 стороны объемов картина по австралийцу выглядит по следующему также хотелось бы отметить что желающих продавать нету но смотрите сколько желающих покупать вот именно на таком покупном объеме обычно происходит на нашем случае нисходящее движение когда собираются объемы и уже внизу на крупных объемов после всей волатильности волатильность среднесуточная по австралийцу средне 80 чистых пунктов то есть это четвертый знак после запятой при повышении нас на фоне фундамента это все 120 чистых пунктов поэтому от максимального до минимального измеряйте и соответственно там более выгодно вставайте уже на коррекцию товарно-сырьевой рынок нефть сорта бренд мучил мучил чела мою торговую идею можно было два раза заходить два раза выходить с небольшим плюсом от верхней границы боковика данные которые вышли стороны американского института нефти они не такие позитивные но в силу того что сейчас вытворяет индекс доллара то укрепляется то соответственно падает то же самое происходит у нас и по непосредственно рынку нефти приоритет стороны маржинальных зон обеспечения сохраняется здесь нисходящий поэтому если отталкиваться от классики необходим заход в район 67 67 25 отрисовка паттерна и только после этого здесь стоим соответственно на продажу но стоит помнить что сегодня у нас выходят официальные данные стороны министерства энергетики сша запасы сырой нефти бензина дистиллятов поэтому после кристин лагард обязательно на 17 30 переключаемся смотрим и здесь уже будем ориентироваться от фундамента отталкиваться и понимать стоит ли нам ставать соответственно на продажу цель это достижение минимумов перелого в район 64 35 64 45 но и более глубокая 62 75 63 25 золото перед тем как перейдем к разбору технической картины по золоту напоминаю что продолжается набор желающих на групповое обучение стоимость 2000 рублей первой неделе эта теория далее переходим на онлайн практику ну и зависимости от того как будет набираться группы все прошедшие обучение будет дальше присоединяться свободно к практическим занятиям более подробная информация находится под непосредственно видео также там и контакты немного сдвинула число по набору связи с вашими заявками и впереди идущими майскими праздниками поэтому до 16 мая у нас идет набор так вчера я закладывал непосредственно боковичок по золоту практически идеально подошли к верхней границе здесь можно было опять же какие говорил отторговать и внутри и на пробой поэтому сейчас несмотря на то что у нас приоритет сохраняется восходящий я думаю из золота до выступления здесь джерома паула будет выходить будет выходить не так явно но открытие американцев может все-таки подтолкнуть золото более низким уровнем самое первое 1755 и достижение нисходящей промежуточной зоны 1740 1745 идеальный конечно зайти из района 1778 1780 но это если даст фундамент и настроение которые сейчас царят на рынке поэтому здесь я считаю торговля на европе и непосредственно америке это достаточно агрессивно пробовать с коротким стопом за 1773 далее уже как я сказал из 1778 1780 за вчерашний максимум страны опционов картина выглядит у нас последующему здесь ориентироваться лучше пока только на недельки непосредственно весь верхний диапазон баланс дня оптимальный уровень толкает вниз и наша нижняя граница находится в районе 1720 поэтому все может сложиться именно пока на то что он будет выходить из золотого актива и перекладываться именно в американец именно по этому инструменту стороны объемов картина прям четко показывает о том что нам нужно направление нам нужно эти два выступления нам нужен джо байден своим планом фэмилис план с новыми ориентирами с новыми стимулами вот и соответственно здесь уже будет хорошее движение поэтому тут будьте аккуратно обязательно работайте стоп лоссом я бы посоветовал все таки на пока на сегодняшний торговый уменьшить объем своего непосредственно рабочего объема вот сократить его для прояснения впереди у нас четверг пятница можно спокойно еще будет заработать получить профиты фондовый рынок переходим дакс 30 с этой стороны хотелось бы опять вернуться как раз именно к джо байдену так джо байдену сегодняшнему днюк как я уже сказал сегодня джо байден намерен обнародовать свой american фэмилис план но в котором будет представлены основные новые меры по социальным расходам которые будут частично финансироваться за счет повышения налогов для богатым а вот непосредственно налог для богатых одна из самых обсуждаемых тем на этой неделе повышение и кого она будет затрагивать поэтому это на текущий момент достаточно негативный фундаментальный фонд для американских фондовых индексов ну и конечно же прилигающих европейских и азиатских на текущий момент если кто-то хочет агрессивности да вот прям жесткой агрессивности по dax 30 это продажа пока мы далеко не ушли с коротким стоп-лоссом за 15 340 но я и вчера говорил о том что он в принципе все фондовые индексы это растущие инструменты поэтому нужно брать более низкий уровень для того чтобы вставать на покупку покупка также будет быстро происходить как и продажа по покупке лично для себя еще вчера я выделил так целый диапазон это 14 14 980 15 040 при падении вот сюда это будет уже более идеально тем более полная волатильность стороны dax будет исчерпана помимо этого смотрите те же самые сигналы начинают поступать единичный единичный как только два у нас начинается рост поэтому два единичных есть прирост на именно рост данного актива есть индикатор также показывает у нас вверх все предпосылки есть нужно искать только оптимальные точки nasdaq 100 вчерашняя торговая идея полностью себя оправдала это продажа с коротким стопом за максимум сегодня я уже сказал основной ретир джо байден и два выступления если кто-то хочет агрессивности это покупка с текущих уровней с стоп лоссом под минимум через фрактал но как вы видите полная коррекция здесь мы еще не достигли это в принципе может произойти именно сегодня поэтому кто хочет адрин адреналина извиняюсь то пожалуйста откупайте атак смотрим что у нас будет по завершении выступления джерома паула и тогда уже будем ну и соответственно конечно же плана джо байдена и тогда уже можно будет понимать каких уровней заходить так при падении при падении пока более оптимальными встречающими уровне уровнями является 13 840 далее 13 800 и более глубокая 13 700 13 740 так со стороны маржинальных зон обеспечения здесь у нас сохраняется восходящий приоритет не исключая да это прям такое исключение исключение если все ровно будет проходить со стороны плана families и фондовый рынок вот именно отталкиваясь от этого плана будет игнорировать и кристин лагард и джерома паула ним фондовые американские фондовые индексы могут развернуться и просто пойти сразу вверх так страны непосредственно тактики адверза здесь мы приземлились уже на хорошую зону она в принципе идет вровень с маржинальными зонами обеспечения поэтому я и заложил некий элемент агрессивности для тех кто любит торговать внутри дня ну а так в принципе все видно все также совпадает с маржиналка плюс у нас пошли сигналы на покупку также пока единичный но идет прирост по доминирующим силам это в очередной раз говорит о том что будьте готовы может быть резкое падение с быстрым разворотом либо просто отрисовка остановки с уходом наверх s&p 500 не дал такой хорошей коррекции как лично я ожидал но в принципе достигли первой области также без заскока вверх вчерашняя торговая действия полностью отработал поэтому если будет более глубокая коррекция это 14 4 170 4 150 и 4 130 4 140 вот на этих областях поэтому смотрите как будет идти непосредственно свечи если малые то это двигаемся по технике если большие свечи это соответственно у нас идет фундаментальное движение и не не пытайтесь остановить заранее развернуть желаемый вам фондовый индекс страны тактики адверза сигналы на покупку есть и там и здесь одиночные прибавления также наверх есть плюс мы опять же хорошо стоим сейчас на области но есть более низкая область это 4 165 4 170 непосредственно с небольшим перелом как обычно бывает поэтому самая первая область от которой можно будет оттолкнуться вот она имейте ее виду ну и в конце доу джонс с этой стороны не не дотягиваем и до минимума это 33 645 33 690 здесь и внутридневная тр к поэтому с этой стороны ориентируйтесь на эту область чтобы здесь соответственно после падения брать инструмент на покупку сигналы также по как и по всем основным фондовым индексом у нас имеется все на сегодня все всем попутного тренда побольше профитных сделок удачи и до встречи